Катастрофа Катастрофы на шахтах, угольнодобывающих шахтах происходят регулярно и массовая гибель происходит регулярно. Причем все знают от чего. Все знают, что ситуация не меняется и не изменится в ближайшее время, поскольку угольным магнатам нужны прибыли. Они арестовали директора шахты, тех, кто должен был все это дело контролировать из Ростехнадзора. Но это все стрелочники. Главными виновниками массовой гибели не только шахтеров, но и тех, кто гибнет у нас десятками тысяч ежегодно на дорогах. От наркотизации, от алкоголя, от преждевременной смерти из-за неправильного лечения и так далее. Сверхсмертность происходит от государственной политики, то есть личными виновниками являются высшие чиновники. А в данном случае, когда речь идет о шахте, где произошла масса гибель шахтеров, речь идет о собственнике или о собственниках, которые наставляют руководство, наемное руководство, принуждают это руководство минимизировать расходы, в том числе расходы на безопасность. И все шахтеры прекрасно знают, что если они начинают требовать настоящей безопасности, то все приходит к тому, что их просто уволят. Профсоюзной деятельности нет вообще. В Российской Федерации профсоюзы уничтожены. Все, что есть, это подделки и фальшивки. Действительно, технического надзора нет, потому что он легко покупается, коррупция проела все. Если коррупция царит на верхних этажах власти, то и на нижних этажах власти без нее никак не обходится. И каждый шахтер прекрасно знает, нечего строить глазки и говорить, мы не самоубийцы, мы с неисправными датчиками метана в шахту не спускаемся. Это не так. Это не так. Все это прекрасно знают, что нарушают технику безопасности все без исключения. Для того, чтобы одни сохраняли работу, потому что в Кемерово, в Кемеровской области просто нет работы. Потому что секта или группировка преступная, группировка Амана Тулеева разгромила, разграбила всю область до основания. Несколько десятилетий она рулила, можно сказать. Работы нет. Поэтому то, что идет на шахту, он борется за хотя бы минимальное благосостояние своей семьи. Цена этого благосостояния зачастую жизнь. А для того, чтобы получать какую-то хотя бы условно приличную зарплату, нужно, чтобы датчики состояния атмосферы вокруг тебя не работали. Поэтому ломают намеренно или загрубляют датчики, которые носят с собой индивидуальные защиты. И датчики, которые там стоят стационарно. Все делается специально для того, чтобы работать в условиях крайней степени опасности, не снижая ее. Если меры безопасности будут приняты, то шахта будет закрыта на длительное время. Потребуются немалые средства, чтобы восстановить состояние воздуха внутри шахты, такое, чтобы можно было работать. А это снизит прибыль угольных магнатов, которые добывают и шахтным методом уголь, и колоссальные угольные разрезы открытым образом добывают уголь. Изуродовали всю область. И так по всей стране. То есть это государственная политика, или не вполне правильно говорить государственная, это политика правящего клана. Вопреки интересам людей, вопреки действующему закону, вопреки конституции, вопреки здравому смыслу делать то, что приносит им прибыль. А всем остальным приносит бедствие. Все это надо осознать и понять, что главный вопрос всегда, в наших условиях, по крайней мере, это вопрос о власти. Какова власть, такова будет и политика. При такой власти будут массовые жертвы, будет сверхсмертность в стране, будет демографическая катастрофа. И никаких перспектив у нашей страны и у нашего народа нет. Можно каким угодно способом себя уговаривать, что я-то спасаю кого-то, я кому-то помогаю, детишкам в детский дом мягкие игрушки привожу, старикам в дом престарелых телевизор поставлю, там плазму побольше, и вот соревнуются в этой благотворительности, якобы она что-то может изменить. Ничего не изменит, только помогает этой власти как-то удерживаться на плаву. Есть те, кто пытаются решать какие-то локальные задачи. Пока не решен вопрос о власти, не будет решен ни один вопрос. Напротив, все проблемы будут только усугубляться. Решим вопрос о власти, сможем начать решать все локальные вопросы. До этого момента вся деятельность, это бесполезно, и не надо себя утешать тем, что вы себе выслужите перед Богом прощение и получите Царствие Небесное. От этой благотворительности как-то попахивает дурно все тем же олигархическим режимом, который сначала грабит, а потом на награбленное проводят благотворительные акции. Не стоит. Надо сконцентрироваться на главном вопросе, вопросе о власти. Спасемся от этой власти, получим шанс спасти Россию. Слава Руси! Господи, спаси!